Вы знаете, самураи не имели права жениться, они были верны своему государю, и, значит, поэтому они общались с гейшами. Человек, внутри того, переставшего человека, это понятно. Человек, это доходячий труд, ничего человеческого. Теперь слава греется в лучах, новой для себя скандальной славы. Как говорится, не важно, что у тебя говорят, лишь бы это был не некролог. Слава выводит, условно говоря, на уровень нового Теркорова, да, то есть когда популярность зашкаливает настолько, и зрительское внимание зашкаливает настолько, что смакуются самые мелкие подробности, внимание СМИ, оно базируется на интересе народа, на интересе людей, оно было обращено лишь к самым вершинам шоу-бизнеса, к людям, условно Киркоров, условно Пугачёву, условно Софии Ротару и так дальше. Это значит, что слава Ковтун взял просто недосягаемую для всех прочих политических экспертов высоты. А это значит, что ток-шоу должно продолжаться. Напоследок Ковтун и плюнут друг с другом обвинениями. Если хоть что-то с твоей стороны пойдёт не так, поверь мне, я пойду дальше. Да иди куда хочешь. Отлично. То есть ты не снимаешь себя, ты с тобой? Ну конечно, ты это тоже говорила, а потом... Прочно обжившись по ту сторону экрана, Вячеслав Ковтун принимает правила игры в любой жанр, кроме скучного. Привычное место встречи восьминут нельзя. Вячеслав Николаевич! Вячеслав Николаевич! У нас завтра всё закончилось! Вячеслав Николаевич, ты чё тут делаете, если вам все надоели? Нет, ну вот зачем вы? Зачем вы? Что такое вы за работой? Вы на что вы не любите? Вы меня не возите! Звонок из американской тюрьмы. Осуждённая в США Мария Путина впервые смогла ответить на вопросы журналистов. Какие подробности своего дела она рассказала, как прокомментированный приговор, и что собирается делать дальше. Об этом Андрей Кордеев. Нефть, поступающая в Белоруссию по нефтепроводу дружбы, была нагрязнена умышленно в рамках мошеннической схемы. Об этом президенту Путину доложил глава транснефти Николай Соколь. Путин распорядился изменить систему контроля. С подробностями Владимир Кондратьев. Беспорядки в Венесуэле. Буайдо призывает военных на свою сторону. Мадур разверяет, что армия на его стороне. И ситуация под коррекцией поступила некачественная серьезность. Эта ситуация обсуждалась сегодня в Кремле на встречу президента с главой транснефти Николаем Сокольевым. Он сообщил, кого считает виновным в умышленном слире и мошенничестве, отметив, что транснефть не снимает с себя ответственностью за произошедшее. Владимир Кондратьев подробностями. Загадочные истории загрязнениями экспортной нефти, хлорсодержащих веществ, последние дни занимают умы экспертов и общественности. Что это было? Расхлебанность, халатность или умысел дверься в Белоруссию? Выдался в этот диалог вмешаться, система автоматически распознала бы конференцию и выводила этот звонок, а Маша могла бы принести дисциплинарные изыскания. Ну так или иначе, сегодня по телефону через посредника, но впервые журналисты от самой Путины могли узнать хотя бы какие-то подробности ее дела и о том, какую сделку со следствием она заключила. Собственно, сама Путина...